дорогие ребята добрый день мы продолжаем с вами курс наших видео занятий направленных на подготовку вас к участию в олимпиадах различного уровня в том числе всероссийской рамках всероссийской олимпиады школьников по праву вы уже справились успешно я не сомневаюсь со школьным этапом впереди у вас муниципальный этап с российской олимпиады школьников по праву ну и дальнейшие туры сегодняшнее наша видео лекция посвящена особенностям применения скажем так и формулирования и интерпретации заданиях отраслевых правовых дисциплин и мы в рамках сегодняшней лекции остановимся на двух вопросов это на вопросе о применении тех или иных договорных конструкций и второй вопрос будет посвящен тоже достаточно часто встречающимися в заданиях олимпиадных олимпиад различного уровня вопроса о рабочем времени в рамках дисциплины второе право и поскольку конечно договорное право оно обширно и гражданское право регулирует договорные отношения как в рамках части 1 гражданского кодекса в который на само понятие договора как сделки направлены на возникновение изменения прекращения гражданских прав и обязанностей к соглашению двух и более лиц до направлено на изменения возникновения прекращения гражданского права и обязанностей, так и в последующем части Второго гражданского кодекса, которая посвящена отдельным видам обязательств, в том числе и обязательствам, возникающим из договоров. Естественно, что столь обширная область гражданско-правового регулирования не позволяет нам в рамках только одного занятия затруднить все вопросы, поэтому, проанализировав задания олимпиадных туров различных регионов, в том числе Краснодарского края, Московского области, города Москва и тогда и других, я обратила внимание на то, что достаточно много вопросов касается того или иного вида договоров и, конечно же, в первую очередь, такой группы договорных отношений, которые возникают из обязательств, направленных на передачу имущества в собственность. Поэтому в течение данной лекции мы познакомимся с основными особенностями договоров, направленных на передачу имущества в собственность. И уже во второй части лекции как раз подзатроним вопросы из другой области правоведения, из трудового права и из той части, которая посвящена нормам времени и отдыха. Итак, договор порождают различные виды обязательств и для того, чтобы их сгруппировать, применяются различные критерии. И вот одним из таких критериев является направленность на достижение правового результата. По этому критерию выделяют обязательства, направленные на передачу имущества в собственность, обязательства, направленные на передачу имущества во временное обладение и пользование, обязательства, направленные на выполнение работы, оказание услуг и так далее. И группа договоров, которые порождают обязательства по передаче имущества в собственность, представлена четырьмя видами. Это договор купли-продажи, наиболее часто встречающийся в нашей практике коммерческой и ежедневной потребительской, договор мены, договор дарения и договор ренты. Мы изучим сегодня кратко эти договоры и сопоставим их как между собой, так и с другими договорными конструкциями. Чаще всего вопросы в олимпиадах касаются этих договоров как в задачах, которые требуется решить, так и в тестовых заданиях, когда составители заданий предлагают нам дать характеристику такого или иного договора, либо определить, какая характеристика распространяется на один из причисленных договоров. Конечно, начнем мы с договора купли-продажи. Итак, по договору купли-продажи продавец обязуется передать весь товар в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму, цену. Договор купли-продажи открывает часть 2 гражданского кодекса. 454 статья, о которой дается определение, является первой заглавной статьей части 2 гражданского кодекса. И это не случайно, потому что договор купли-продажи является наиболее распространенным, во-первых. Во-вторых, имеет очень древнюю историю существования в гражданском праве. И, в-третьих, по конструкции и, вот, с точки зрения законодательной техники, те приемы, которые законодатель применяет при формулировании положения договора купли-продажи, в последующем распространяются на другие договорные конструкции при формулировании положения ГК, регулирующих те или иные другие виды договора. Договор купли-продажи, еще раз напомню, порождает обязательства передачи имущества в собственность, так же, как и договор мены, так же, как договор дарения, так же, как договор ренты. Все эти четыре договора очень разные, но суть и цель заключения этих договоров одна – прекратить право собственности у одного субъекта и передать это право собственности другому субъекту, который в результате заключения этой сделки станет собственником. С точки зрения гражданской правовой характеристики, договор купли-продажи является двусторонне обязывающим, то есть права и обязанности сторон возникают как у продавца, так и у покупателя. Он является консенсуальным. Напомню, что консенсуальным называется такой договор, который считается заключенным с момента достижения сторонами договора соглашения по всем существенным условиям договора. Существенными условиями договора называются те условия договора, которые названы в законе в качестве существенных, либо в отношении которых одна из сторон заявила о необходимости их согласования. Договор является возмездным. В договоре купли-продажи уже в момент его заключения известно сторонам тот эквивалент денежный, который покупатель должен заплатить за товар, передаваемый продавцом. Договор купли-продажи, естественно, существует в самых разных видах и в зависимости от различных критериев классифицируется по-разному. В гражданском кодексе закреплены лишь некоторые его разновидности, наиболее значимые, которые мы рассмотрим. Это договор розничной купли-продажи, договор поставки, договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд, договор продажи предприятия, договор продажи недвижимости, договор энергоснабжения. Единого критерия для дифференциации в гражданском кодексе нет. В одном случае законодатель выделяет разновидности договора купли-продажи по предмету, в другом случае по субъектному составу и целям. Что касается правового регулирования, то договор купли-продажи регламентируется его положением гражданским кодексом, главой 30-й и иными федеральными законами, которые принимаются во исполнение положения гражданского кодекса. В частности, товаром по договору купли-продажи являются вещи, вещи, включенные в оборот, имеющие, направленные на удовлетворение потребностей субъектов и вовлеченные в оборот. Но нормы гражданского кодекса о договоре купли-продажи применяются, если иное не предусмотрено специальным законодательством, и к продаже валютных ценностей, к продаже драгоценных металлов, к продаже ценных бумаг, и в этой части применяется соответствующее законодательство. Например, федеральный закон о рынке ценных бумаг, федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле. Кроме того, нормы гражданского кодекса о договоре купли-продажи распространяются и на продажу имущественных прав с учетом специальных положений гражданского кодекса. Вот отдельные виды договора купли-продажи представлены, и мы дадим им краткую характеристику. Сторонами договора купли-продажи могут быть любые субъекты гражданского права. Продавцом по общему правилу является покупатель, является собственник тех вещей, которые предаются, либо лицо, которое обладает правом распоряжения такой вещью на законном основании, например, обладатели отдельных ограниченных вечных прав правоохозяйственного ведения, правооперативного управления, с учетом их правосубъектности, в частности, имущество, которое закреплено за юридическими лицами на праве хозяйственного ведения, может быть отчуждено движимое имущество без согласия собственника, недвижимое имущество без согласия собственника. правооперативное управление, более узкий объем полномочий предлагает своим обладателям, и поэтому и движимым, и недвижимым мужчинам такие субъекты вправе распоряжаться только с согласия собственника. Мы говорили о существенных условиях. Без согласования о существенных условиях любой договор считается незаключенным. И вот для договора купли-продажи такими существенными условиями является предмет. Это если мы говорим в целом о договоре купли-продажи, потому что отдельные разновидности договора купли-продажи могут предусматривать дополнительный перечень существенных условий. Существенными условиями договора купли-продажи являются наименование и количество товара. Соответственно, без определения в договоре наименования и количества товара договор считается незаключенным. Естественно, предмет договора товар может являться объектом передачи в рамках договора купли-продажи с учетом правил об оборотспособности ст. 129, которая в частности закрепляет, что если речь идет о продаже товаров, которые ограничены в обороте, то в некоторых случаях лицу для продажи такого товара необходима лицензия, либо для покупки такого товара. Некоторыми товарами можно распорядиться только имея специальное на то разрешение. Гражданский кодекс закрепляет некоторые исключения, даже не то, что исключения, а правила, направленные на поддержание стабильности гражданского оборота. Если договор не позволяет определить предмет договора, наименование и количество товара, но вместе с тем стороны договора купли-продажи приняли такое исполнение, то требование о признании его на заключенном не будет удовлетворено, поскольку надлежащее исполнение, принятие исполнения одной из сторон считается подтверждением согласованности условия предмета. Что касается содержания договора купли-продажи, основной обязанностью продавца является обязанность по передаче товара. Эта передача сопровождается определенными условиями. В частности, продавец обязан передать товар свободно от правки притязания третьих лиц, если иное не предусмотрено договором. Что это означает? Предположим, вещь, товар обременен правами третьих лиц. Например, на земельный участок установлен сервитут, как право прохода или проезда через этот земельный участок. Сервитут, как ограниченное вещное право, является обременением. Однако наличие такого обременения не препятствует к продаже такого земельного участка и отчуждению его по договору купли-продажи. В обязанности продавца входит уведомить покупателя о наличии прав третьих лиц. И в данном случае продавец, исполнивший такую обязанность, считается добросовестным, а покупатель уже может самостоятельно принять решение, приобретать такой товар или нет. В случае же, если продавец передал товар обремененно правами и притязаниями третьих лиц, но не уведомил об этом покупателя, то, соответственно, покупатель вправе предъявить требования, в которых может требовать уменьшения покупной цены, либо расторжения договора купли-продажи. Продавец обязан передать товар в согласованном количестве ассортименте, передать товар надлежащего качества, это действительно одно из основных требований. Качество товара устанавливается либо договором, либо вытекает из назначения, если цель заключения использования товара была покупателем, оговорена в момент заключения договора, либо должна соответствовать тем требованиям, которые предъявляет закон. Качество товара может определяться законодательно установленными требованиями, в частности, в Федеральном законе о техническом регулировании связывает качество товара с безопасностью товара и на основании Федерального законодательно-технического регулирования в Российской Федерации принимается система технических регламентов, которые определяют требования качества товара. Кроме того, качество товара определяется системой стандартизации, системой государственных стандартов, а также технических условий. Товар должен быть передан в соответствующие комплекты и комплектности и в надлежащей упаковке. Что касается продавца, продавец, его основной обязанностью является принятие товара и оплата товара. При этом исполнение обязанности продавца по передаче товара является очень значимой для гражданского права и для договора купли-продажи, потому что именно с этим моментом, с момента надлежащего исполнения обязанности по передаче товара связан момент перехода права собственности на товар и переход риска случайной гибели или случайного повреждения товара. Ведь цель договора купли-продажи как раз таки не просто передать товар, но и перенести право собственности. И вот момент перехода права собственности связывает законодатель именно с моментом исполнения обязанности по передаче товара. Исполнение обязанности по передаче товара сопряжено с разными моментами. Во-первых, такая обязанность может быть исполнена в момент физического вручения вещи. Во-вторых, такая обязанность считается исполненной в момент вручения товара перевозчику. В-третьих, такой момент связан с моментом предоставления товара в распоряжение покупателя, так называемая выборка товара. В момент выборки товар должен быть индивидуализирован для цели передачи и покупатель должен быть уведомлен о том, что товар готов к тому, чтобы его можно было забрать. Кроме того, в некоторых случаях считается, что обязанность исполнена с момента передачи соответствующей документации. Например, в договоре купли-продажи недвижимого имущества физически передать вещь нельзя. Однако, такой договор считается исполненным в момент передачи и подписания передаточного акта. В некоторых случаях, например, когда оформляется продажа товара, который находится в пути, его естественно физически невозможно передать, но вместе с тем с таким товаром можно совершать сделки. И поэтому такие морские перевозки оформляются специальным документом товарораспорядительным, который называется коносамент. Коносамент является, кроме того, ценной бумагой. Поэтому передача этой ценной бумаги будет фактически означать исполнение договора купли-продажи и переход права собственности. Единственным исключением являются все случаи, когда законодатель устанавливает необходимость не просто передачи вещи, но регистрации перехода права собственности. Речь идет о недвижимом имуществе. В договорах купли-продажи недвижимого имущества и предприятий право собственности считается переданным в момент регистрации перехода права собственности и внесения соответствующей записи в реестр. Вот именно с момента внесения записи в государственный реестр прав на недвижимое имущество право собственности считается переданным от продавца к покупателям. Ну и наоборот, с момента исключения соответствующей записи погашается и право собственности. Договор купли-продажи, естественно, его разновидности имеют специальное правовое регулирование. Договор розничной купли-продажи представляет под собой соглашение, всего которого продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для семейного, личного, домашнего или иного использования, связанного с предпринимательской деятельностью. Данный договор выделяется по субъектному составу, в котором всегда обязательно продавцом будет являться не просто лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью, но именно по продаже товаров в розницу. А покупателям лицо, которое приобретает товар, предназначено для личного, семейного, домашнего или иного использования. Что касается договора поставки, то такой договор представляет собой соглашение, в силу которого поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным использованием. Договор поставки – это договор, который направлен на передачу массовых товаров, на регулирование отношений по снабжению, по производству. И, конечно, цель его не может быть связана с удовлетворением личных потребностей. В договоре поставки срок не является существенным условием, поскольку в его отсутствии считается, что товар должен поставляться ежемесячно равными партиями. Предметом договора поставки являются либо произведенные товары, которые связаны с предпринимательской деятельностью и не предназначены для личного домашнего использования. И это основная характеристика. Договор контрактации. Договор контрактации – это договор купли-продажи в сфере сельского хозяйства. Договор контрактации представляется бы соглашением, в силу которого производители сельскохозяйственной продукции обязуются передать выращенную или произведенную им сельхозпродукцию заготовителю лицу, осуществляющему закупку такой продукции для переработки или продажи. Договор контрактации имеет специальное правовое регулирование, связанное прежде всего с особенностями сельскохозяйственной деятельности, с тем, что такая деятельность и получение результата не в полной мере зависит от производителя, поскольку даже самый добросовестный производитель может не исполнить подлежащим образом обязательства договора купли-продажи в случае воздействия каких-то сторонних внешних природных факторов. На его урожай, ведь хозяйственная деятельность сопряжена с рисками, прежде всего засухи, либо наоборот дождливой погоды, либо нашествию каких-либо вредоносных насекомых. Поэтому в договоре контрактации есть одна такая особенность, особенность, связанная с ответственностью сельхозпроизводителя. Он несет ответственность только при наличии вины, то есть если не будет им выполнено надлежащим добросовестным образом все действия, связанные с возведением этого урожая. С другой стороны, в случае, если вины его не будет, если урожай не будет получен по каким-либо внешним признакам и факторам, независимым от него, то и освобожден он будет от этой ответственности на основании положения Гражданского кодекса Российской Федерации. Это является исключением из общего правила, поскольку по общему правилу лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, несут ответственность на началах безвиновной ответственности. Что касается другого договора, договора энергоснабжения, он выделяется по такому признаку, как специфический объект, который является энергией. Понятие задано в статье 539 по договору энергоснабжения. Накоснабжающая организация обязуется подавать абоненту через присоединенную сеть энергию. Абонент обязуется оплачивать принятую энергию, соблюдать установленный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его видении энергетических сетей и справность используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением. В Российской Федерации существует рынок электрической энергии, оптовый, розничный, на котором продается энергия. И нормы параграфа 6 главы 30 распространяются на договоры, близкие к энергоснабжению, по продаже других ресурсов энергетических, которыми является тепловая энергия, договоры газоснабжения, подпадают правовое регулирование водоснабжения и другие. Для того, чтобы надлежащим образом был заключен договор энергоснабжения, стороны должны обладать специальным оборудованием, поскольку передача товара происходит через присоединенную сеть. Договор купли-продажи недвижимости и договор купли-продажи предприятия специфичны тем, что своим объектом является недвижимое имущество. Напоминаю, что понятие о недвижимом обучении дано в статье 130 гражданского кодекса. Два критерия. Критерия материальной, связанной с землей, невозможность отделения без несоразмерных ухудшений. И второе – это те случаи, когда вещь названа недвижимой непосредственно в самом гражданском кодексе. Это различные морские суда, судоводного транспорта и другие объекты, в том числе предприятия. Спецификой такого договора является то, что для того, чтобы договор считался заключенным, необходимо достижение соглашения по всем его существенным условиям, которым является как раз-таки сам предмет, который должен быть идентифицирован для цели такого договора и содержать все необходимые характеристики, которые могут позволять отделить этот объект от других. Ну, а также вторым существенным условием является цена такого договора. Договор Мены. Договор Мены – самостоятельная договорная конструкция. Договор Мены возник раньше договора о купле-продаже, предшествовал ему. Вместе с тем, сегодня по договору Мены каждая сторона обязуется передать в собственность другой стороны, один товар в обмен на другой товар. В договоре Мены заинтересованность сторон заключается именно в товаре. Соответственно, права собственности на обмениваемый товар возникают с того момента, когда сторона, которая должна исполнить свою обязанность о передаче товара позже, ее исполняет и передает такой товар своему контрагенту. Договор Мены отличается и тем, что в договоре Мены существует презумпция равноценности обмениваемых товаров. Товары считаются равноценными, если иное не предусмотрено договором. То есть разные по стоимости товар могут по общему правилу обмениваться без доплаты. А в случае, если требуется доплата, то ее нужно установить и указать о ней непосредственно в договоре. Что касается договора дарения. Договор дарения тоже обеспечивает передачу вещи в собственность. Однако договор, в отличие от договора купли-продажи и Мены, является безвозмездным. Это основная его характеристика. По договору дарения, который заключается только при жизни, но допускается договор дарения как реальный, по которому вещь передается от дарителя одаряемому, либо консенсуальный, так называемый договор обещания дарения вещи в будущем. Особенность, отдельной разновидностью договора дарения является договор пожертвования, по которому лицо, по которому есть специальные субъекты и цель, связанная с общеполезностью, и целевое назначение, которое может быть даром, которое может быть проверено. Предметом договора дарения является как передача вещи в собственность, так и передача имущественного права требования к себе, либо третьему лицу, либо освобождение от имущественной обязанности перед собой, либо третьим лицом. Такой договор является безвозмездным, может быть как реальным, может быть консенсуальным, и форма договора дарения является устной. Обязательно письменная форма предусмотрена для договора дарения в будущем, договора дарения недвижимого имущества, и если дарительным является велическое лицо, и стоимость дара превышает 3000 рублей. Гражданский кодекс устанавливает в случае запрета дарения, возможности отказа от принятия дара, поскольку любой договор, дарение это договор, и для того, чтобы он был заключенным, необходимо согласие на принятие дара одаряемым от своего дарителя. Что касается договора ренты, договор ренты является договором рисковым. По договору ренты, в отличие от договора купли-продажи, где мы в момент заключения договора знаем, эквивалент предоставляемый за покупаемый товар, либо в отличие от договора мены, когда мы точно знаем и понимаем, на что мы обмениваем наш товар. В договоре ренты момент возникновения права собственности связан с непосредственно заключением договора, либо регистрацией перехода права собственности на надвижимое имущество. А вот размер встречного предоставления, момент заключения договора установить не получится, потому что договор ренты является длящимся. Он заключается либо постоянно, имеется разновидность такого договора, договор постоянной ренты на период жизни получателя ренты, пожизненная рента и пожизненное содержание сождевением, которое тоже заключается на период жизни получателя ренты. Таким образом, рентные платежи выплачиваются ежемесячно, либо раз в квартал, как в постоянной ренте, и прекращается договор, соответственно, в договоре пожизненного содержания сождевением и в договоре пожизненной ренты смертью получателя ренты. Поэтому, по сути, размер встречных предоставлений будет зависеть от продолжительности жизни. И, соответственно, например, если в договоре пожизненного содержания сождевением приобретается в собственность недвижимое имущество, то эквивалент, сколько мы за это имущество выплатим, Подзависит от продолжительности жизни получателя ренты, а этот момент предсказать невозможно. Поэтому договор считается рисковым. Характер встречного предоставления является одной из черт, которая отличает договор ренты от иных договорных конструкций, которые обеспечивают передачу имущества в собственность. Однако, несмотря на различия между этими договорами, всех их объединяет тот факт, что в результате этого заключения право собственности передается от продавца к покупателю, от дарителя к выдаряемому, от получателя ренты к плательщику ренты. И в этом суть данных договорных конструкций. Возвращаясь к договору купли-продажи недвижимости, еще уточню, что такой договор считается заключенным в момент подписания договора в виде одного документа обеими сторонами. А вот право собственности переходит уже в момент регистрации перехода права собственности. Что касается договоров этой группы, на этом пока остановимся. И буквально немного поговорим о рабочем времени и видах рабочего времени. В рабочем времени это установленное законом время, в течение которого работник в соответствии с трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, графиком работы или условием трудового договора выполняет возложенные на него трудовые обязанности. Трудовой кодекс предусматривает нормальную продолжительность рабочего времени, которая не должна превышать 40 часов в неделю, при неважной 5-дневной либо 6-дневной рабочей неделе. При этом трудовой кодекс предусматривает возможность сокращенной продолжительности рабочего времени, либо неполного рабочего времени, который устанавливается в соответствии со статьей 93 Трудового кодекса по соглашению сторон и оплачивается пропорционально отработанному времени. Норма рабочего времени это продолжительность, которую работник должен отработать в течение определенного периода. И в настоящее время 40-часовая рабочая неделя является обязательной нормой. По продолжительности может быть у нас 40-часовая, сокращенная рабочая неделя, либо неполная рабочая неделя. Рабочим днем называется установленное законом рабочее время в пределах суток, и оно определяется законом, статьями 91 Трудового кодекса. Они предусматривают, что рабочий день может быть 8-часовым и 6-часовым при сокращенном рабочем времени. В соответствии со статьей 96 Трудового кодекса продолжительность ночной смены сокращается на 1 час. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 утра. Сокращенная продолжительность рабочего времени это продолжительность рабочего времени меньше нормальной, которая не влечет за собой уменьшение оплаты труда. И Трудовой кодекс предусматривает возможность сокращения рабочей недели в зависимости от различных категорий. Для работников в возрасте до 16 лет не более 24 часов в неделю, для работников в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю, для работников, являющихся инвалидами первой или второй группы не более 35 часов в неделю, для работников на работах с вредными условиями не более 36 часов в неделю и другие исключения. И олимпиадные задания очень часто встречаются вопросы, которые требуют знания этих норм. По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться продолжительность рабочей недели, неполной рабочей недели и неполная рабочая неделя. Неполное рабочее время устанавливается по просьбе беременных женщин, им отказать в этом нельзя, по просьбе работников, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, по просьбе работников, отступляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. И неполное рабочее время нельзя смешивать с сокращенным, которое является полной нормой продолжительности труда, установленной законом. При сокращенной продолжительности рабочего времени оплата производится как за полное рабочее время. Сверхурочная работа – это работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по инициативе работодателя. И сверхурочной считаются работы, производимые по распоряжению или с ведомым работодателям. Трудовой кодекс содержит требования и условия, когда в сверхурочной работе могут быть привлечены без согласия работника работодателям самостоятельно по своей инициативе. И статья 91 этого кодекса как раз таки закрепляет случаи, когда только с письменного согласия работника в соответствии со статьей соответствующей 3-го кодекса могут привлекаться лица к сверхурочной работе. Я в методичке более подробно вам дам этот материал для изучения. Верхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часа в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. Я думаю, что на этом мы запомним эти основные характеристики. Вы, надеюсь, тоже запомните. Ребята, я желаю вам удачи. В следующий раз мы остановимся уже на других правовых дисциплинах. Мы затронем вопросы уголовного права, уголовного процесса. Ну а пока, надеюсь, знания отдельных разновидностей договоров, направленных на передачу имущества в собственности и основ рабочего времени, помогут вам при выполнении олимпиадных заданий. Спасибо, желаю вам удачи. Спасибо.